Всем привет, всем хорошего дня! Сегодня очередной рецепт, и этот рецепт из баклажан. Как всегда, доступный и очень простой рецептик от меня. На вкус они будут не как баклажаны, а как грибы. Это очень вкусно. Нам понадобятся баклажаны, у меня уже такие полежали, поэтому я и решила это блюдо сделать. Делаю на эту порцию, поэтому на эту порцию у меня и будет и градиентов добавочных. Нам понадобится чеснок, я очень люблю чеснок, поэтому у меня 4 зубчика. Вы уже смотрите, как будет вам. На эту порцию нам понадобится 1 яйцо, 1 небольшая луковица, нам понадобится 180 грамм сметаны, но тоже смотрите на количество баклажанов. Если, допустим, у вас килограмм баклажанов, то значит вам понадобится 2 яйца и, скорее всего, вам понадобится 200-250 сметаны. Чем жирнее, тем лучше. И зелень, у меня здесь укроп и чуть-чуть петрушки. Сейчас мы баклажаны нарезаем, не нужно их мельчить, нарезайте их достаточно толсто. Баклажаны порезали, вот так вот, ну, разной толщины, а вы режьте, как вам удобно, но не мельчите. Смотрите, хотите, можете засыпать солью, да, там, но это делается в том случае, если баклажан попадется вам горький. Но сколько раз покупала, мне ни разу не попадался баклажан горький, поэтому я не буду засыпать солью. Я сюда сейчас разбиваю одно яйцо. Говорю, на количество килограмм баклажанов 2 яйца потребуется. Яйцо разбила и прям перемешивайте руками тщательно и оставляйте до 30 минут настаиваться. Я нарезала все-таки не одну луковицу, а две маленьких луковицы. Нарезаем их мелко и обжариваем до румяной корочки. Лук мы обжарили до румяной корочки или до прозрачности, кто как хочет. И перекладываем со сковородки лучок в какую-то тарелочку. Так, чеснок я порезала, желательно мельче, но что-то у меня в этот раз никак он не идет, не режется он мельче. Его тоже перекладываем в отдельную миску. Зелень мы режем тоже очень мелко и тоже отправляем в отдельную миску. Так, ну что, теперь мы наконец-то будем соединять все наши с вами лук, чеснок и зелень со сметаной. Всю эту баночку сметаны высыпаем в посудину. Сметана готова. Зелень тоже погрузилась в сметану. Чеснок на старте. Готов. Лук. Готов. Специи, соль, все по вкусу. Но, маленький секрет, хорошо бы сюда добавить специю грибную. Я, к сожалению, не нашла в наших магазинах, поэтому добавила хмели-сунели, перец красный, перец черный и посолила. И все это перемешиваем. Красота! Соус готов. Запах стоит потрясающий. Баклажаны у нас за это время настояли с яйцом и можно их перекладывать на сковородку. Сковородку смазали маслицем и накаляем ее. Как только сковородка накалилась, вы высыпаете баклажаны и перемешиваем. Так, баклажаны у нас обжарили, не забудьте их посолить по вкусу. Смотрите, какие они должны быть. Вот такие вот. Не разваристые, не заплывшие, не... Ну, чтобы они не потеряли форму. Делаем газ меньше. Маленький огонечек. И погружаем нашу с вами заправку. Все это перемешиваем. И минутки 5 даем потушить. Аромат от чеснока стоит бомбически. Спустя 5 минут отключаем газ, накладываем на тарелочку и наслаждаемся. Всем приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok